здравствуйте дорогие друзья в эфире программа из первых уст с 2025 года всеобщим декларированием будут охвачены все категории населения республики казахстан для чего это нужно что необходимо знать об этой процедуре мы поговорим сегодня с нашим спикером у нас в студии сегодня сунгат коспаев руководитель управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов по североказахстанской области здравствуйте но я еще напомню нашим телезрителям что программа у нас выходит в прямом эфире и если вы звоните с районов к нам то не забудьте набрать код петропавловская 8 715 2 телефон 46 45 16 звоните пожалуйста задавайте интересующие вас вопросы по этой теме мы постараемся ответить но мы начинаем с угадом и так для чего же необходимо процедура всеобщего декларирования цель всеобщего декларирования это борьба с теневой экономикой обеспечение дополнительных поступлений в бюджет и борьба с коррупцией то есть налоговые органы будут видеть что было у налогоплательщика в первоначальной декларации а также в последующих декларациях что он приобрел если гражданин не сможет подтвердить источники своих доходов у него возникает обязательство по уплате 10 процентов с этой суммой но хотелось бы сказать что контроль начнется с двадцать пятого года когда всеобщем карьеру будет охвачено все население республики кастан но я знаю что всеобщее декларирование сама процедура это началась уже в две тысячи двадцать первом году да это был первый этап это понимаю и как в дальнейшем она будет проходить переход к всеобщем карьеру у нас идет поэтапно первый этап у нас начался две тысячи двадцать первом году всего у нас получается запланировано четыре этапа в первом этапе входную декларацию об активах и обязательствах у нас далее категория граждан такие как лица занимающие ответственной государственной должность и их супруги это у нас депутаты парламента республики кастан судей уполномоченный по правам человека в республике кастан лица занимающийся согласно законодательству республики кастан о государственной службе политическую государственную должность либо административную государственную должность корпуса а кроме того лица уполномоченные выполнение государственной функции их супруги это у нас все государственные служащие депутаты маслихата а также лица временно исполняющие обязанности предусмотренные государственной должностью до назначения его на государственную должность. Кроме того, лица, приравненные к лицам, уполномоченные на выполнение государственной функции и их супруги, лицо, избранное в органы местного самоуправления, гражданин, зарегистрированный в установленном законом Республики Казахстан порядки в качестве кандидата в президента Республики Казахстан, депутата парламента или маслехатов, а также акимов, городов районного значения, поселков, сел и сельских округов. То есть данная категория у нас вошла в первом этапе. Хорошо. Ну и сколько, хотелось бы узнать, сколько человек, именно сколько жителей нашей области вошли во всеобщее декларирование вот на этом первом этапе? На первом этапе у нас, получается, декларацию об активах и обязательствах предоставили более 20 тысяч североказстанцев. Все они попали, получается, в первом этапе всеобщей. В первом этапе. Почему еще вот декларацию об активах и обязательствах называют входной? Будет выходная еще? Декларация входная, то есть почему ее так называют? Ну сама декларация, она называется декларация об активах и обязательствах форма 250. Она у нас утверждена Министерством финансов. В этой декларации у нас, получается, лицо, которое вступает во всеобщее декларирование, они ее сдают один раз. То есть поэтому ее как бы называют входной. То есть она сдаётся единожды. В этой декларации нужно отразить все свои обязательства и активы по состоянию на 31 декабря года предшествующего вхождения. То есть, допустим, у нас в 2024 году вступают в третий этап участники всеобщей декларирования, они будут сдавать декларацию по состоянию на 31 декабря 2023 года. Получается, что в 2023 году был второй этап, насколько я понимаю, да? Да, да. У нас, получается, в 2023 году сдавали декларацию об активах и обязательствах участники второго этапа. Да, второй этап. Вот кто вступил во всеобщее декларирование, какие категории? У нас в этом году декларацию предоставили работники государственных учреждений и их супруги, работники также субъектов квази-государственного сектора и их супруги. В этом году у нас представили декларацию уже более 70 тысяч северокостанцев. Это у нас директора школ, больницы, учителя, врачи. Ну, такая категория граждан. Ну, 70 тысяч человек – это достаточно большое количество. Вот нужно ли обязательно приходить в налоговое ведомство? Не будет ли очередей? Или есть какие-то альтернативные формы подачи декларации? Очередей у нас не было, так как, согласно налоговому законодательству, у налогоплательщика есть выбор – декларацию представить на бумажном носителе, либо электронном. Ну, соответственно, сейчас у нас декларацию предоставляют все электроны, так как для налогоплательщика предусмотрено несколько способов ее предоставления. То есть это у нас кабинет новоплательщика, который у нас есть. Кроме того, на портале правительства для граждан ЕГОФИ также предусмотрена эта функция по предоставлению декларации. Кроме того, у нас есть мобильное приложение ЕСЛК «Азамат», комитеты государственных доходов. Кроме того, также есть мобильное приложение ЕГОФА. И в настоящее время банками второго уровня также проводится разработка, что налогоплательщик может посредством мобильного приложения, через банковское мобильное приложение, также сдать декларацию. То есть это сейчас вот у нас внедряется. Хорошо. Я напомню нашим телезрителям, что мы выходим в прямом эфире, и вы можете сейчас позвонить к нам в студию и задать вопрос на интересующую вас тему по всеобщему декларированию. Контактный телефон вы сейчас видите на ваших экранах. Звоните, мы постараемся ответить на ваши вопросы. Но мы продолжаем. Сам, наверное, главный такой и, наверное, проблемный вопрос. Что нужно декларировать налогоплательщикам? Как заполнять анкету? Что необходимо отразить? Сама форма декларации 250, она представлена в виде анкеты. То есть декларации необходимо отразить все активы, имеющиеся у вас по состоянию на 31 декабря. Хотелось бы отметить, что декларация отражается активы и обязательства, которые у нас и на территории Республики Кагастан, а также если они имеются у вас за пределами Республики Кагастан. То есть за пределами Республики Кагастан необходимо отразить недвижимое имущество, транспортные средства, деньги на банковских счетах в иностранных банках, в сумме совокупно превышающей по всем банковским вкладам тысячекратный размер месячного показателя. Кроме того, доля участия в основном капитале юридического лица за исключением акционерных обществ. Кроме того, то есть я, получается, перечислил имущество, которое у вас, если оно имеется за рубежом. Кроме того, необходимо отразить имущество, которое также расположено и на территории Республики Кагастан, а также за пределами. Это у нас ценные бумаги, инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности, авторского права, наличные деньги, не превышающий предел, 10 тысячекратный размер месячного расчетного показателя, а также дебиторскую, кредиторскую задолженность. Обязательное условие – это нотариально ее заверить. Кроме того, необходимо отразить имущество, которое передано в доверительное управление. То есть вот этот перечень имущества необходимо отразить в декларации 250-й. – Получается, что квартиры, земельные участки, находящиеся в Казахстане, не нужно показывать в декларации? – Да, совершенно верно. – То есть информация об этом уже есть? – Информация у нас это есть. Имущество, которое подлежит регистрации в полномочных органах Республики Кагастан, это имущество в декларации 250-й отражать не нужно. – Не нужно. Хорошо. У нас есть звонок в студию, мы сейчас прослушаем его. Здравствуйте, слушайте. Мы слушаем, говорите. – Добрый день. Я являюсь индивидуальным предпринимателем, и у меня в собственности имеется магазин в городе Петропавловске. Помимо ежегодно я представляю декларацию по имуществу. Должна ли я снова указывать этот магазин, когда буду сдавать декларацию в 250-ю? – Спасибо вам за звонок. – Спасибо за звонок. Я еще раз хотел повториться. Действительно, индивидуальные предприниматели у нас ежегодно предоставляют декларацию об имуществе. Со следующего года у нас начнется третий этап. И как раз хотел сказать, что имущество, которое расположено на территории Кастан, будь это магазин, кафе, квартиры, дома, земельные участки, их указывать в 250-й форме не нужно. – Не нужно тоже указывать. Понятно. Вот такие случаи бывают. Сунгат при сдаче декларации вдруг налогоплательщик забыл или не указал в этой форме декларации, скажем, участки, дома и так далее и тому подобное. Как ему это исправить? Или денежные средства? Как ему это вообще? Возможно ли исправить декларацию или переписать как-то ее заново? Что нужно делать в этих случаях? – Ну, декларацию необходимо, самое главное, отразить достоверную информацию, то есть в полном объеме, потому что то имущество, которое вы отразите, в последующем оно будет, является подтверждением то, что у вас в случае продажи этого имущества у вас будут те средства, допустим, которые у вас будут покрывать то имущество, которое вы в будущем приобретете дорогостоящее. Ну, а как бы у нас предусмотрено в течение трех лет предоставить дополнительную декларацию, если вдруг вы по каким-то причинам забыли это отразить, либо там какие-то, опять же хочу сказать, что если это не повлекло нарушений, то есть именно до начисления налогов вы имеете право сдать декларацию, то есть в течение трех лет можно предоставить дополнительную декларацию формы 250. То есть в течение трех лет можно дополнительно указать и предоставить декларацию. Да, совершенно. Хорошо. Итак, остается у нас третий этап. Кто войдет на следующий год в третий этап всеобщего декларирования? Какие-то категории. Одну минутку. У нас сейчас вопрос прозвучит в студии. У нас звонок мне показывает. Мы обязательно вернемся к нашему вопросу о третьем этапе. Сейчас давайте послушаем наших телезрителей. Здравствуйте, говорите. Мы слушаем. Добрый день. Я являюсь частным судебным исполнителем. Есть ли необходимость в сдаче в 2024 году входную декларацию об активах и обязательствах? Спасибо. Спасибо. Понятен вопрос, да? Да, получается, с 1 января у нас начинается третий этап. Вот как раз к этому вопросу подошли. На данном этапе у нас декларацию входную 250 форму будут предоставлять индивидуальные предприниматели, руководители, учредители, а также участники юридических лиц и их супруги. Получается у нас, я так понял, частные судебные исполнители, они у нас будут участвовать в 2025 году, то есть в четвертом этапе. Поэтому с 2024 года у данных лиц обязательства по предоставлению входной декларации не возникает. Понятно. А до какого числа нужно участникам третьего этапа будет до какого срока предоставить всеобщую декларацию? Участникам третьего этапа в 2024 году необходимо будет представить декларацию. То есть, я как повторил до этого, повторюсь, у нас есть возможность предоставить либо на бумажном носителе, но в данном случае сейчас срок, это будет не позднее 15 июля, в случае предоставления декларации в электронном виде срок будет у нас уже до 15 сентября 2024 года. Хотелось бы повторить, что это касается всех юридуальных предпринимателей, руководителей, учредителей, юридических лиц, которые в независимости осуществляют они деятельность, не осуществляют, приостановили у них у всех возникает обязательство 2024 года по предоставлению декларации. – Хорошо, теперь такой немаловажный вопрос. Существует ли какая-то ответственность за непредоставление в одной декларации об активах и обязательств для физических лиц? – Да, действительно, за непредоставление декларации у нас предусмотрена ответственность административная согласно статье 272 Кодекса об административных правонарушениях. – В первый раз это у нас будет предупреждение. В случае повторного там уже предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП. – Хорошо. Много вопросов мы уже видим по звонкам к нам в студию возникает у граждан. К вам часто обращаются и вообще куда обращаться по интересующим вопросам именно по всеобщему декларированию? – Вопросы поступают ежедневно. У нас в департаменте госдоходов по Северокостанской области функционирует контакт-центр, куда любой желающий может обратиться по всем интересующим вопросам. – То есть делают у нас профильное управление, дают разъяснения, отвечают на эти вопросы. Телефон у нас 1414, то есть в рабочее время можно позвонить, задать вопрос. – То есть это многоканальный телефон, поэтому в случае возникновения вопросов, пожалуйста, звоните на телефон 1414, контакт-центр департамента госдоходов. – Контакт-центр департамента госдоходов. – Что-то еще есть какая-то дополнительная информация у вас? Мы уже приближаемся к финалу нашей встречи. – Да, хотелось бы сказать, что до начала третьего этапа у нас осталось ровно месяц, поэтому призываем граждан, участников третьего этапа, подойти к этому, подготовиться. – Как я ранее говорил, допустим, что у нас в декларации отражается дебиторская и кредиторская задолженность, в случае, если у вас это имеется задолженность, но она не подтверждена нотариально, необходимо будет заверить эту нотариальную дебиторскую и кредиторскую задолженность. – Здесь бы хотелось уточнить, что под дебиторской и кредиторской задолженностью подразумевается именно задолженность между физическими лицами, юридическими лицами, за исключением обычных кредитов банков второго уровня. – Кроме того, сама форма декларации 250-я, она также подразумевает отражение имущества дорогостоящего, то есть, допустим, у человека есть имущество, главное условие, опять же, это у нас, чтобы стоимость этого имущества превышала 1000-кратный МРП. – То есть, и опять же, здесь наличие оценки. Если у вас есть какое-то дорогостоящее такое имущество, будь это произведение искусства, какой-то антиквариат, стоимость которого превышает данный порог, вам необходимо его задекларировать на следующий год. Но для этого необходимо провести оценку, то есть, чтобы у вас была оценка. И в случае, допустим, в последующем вы будете продавать это имущество, данная оценка, если вы ее отразите, данное имущество в декларации, будет послужить доказательством происхождения денег. – Все понятно. – Да, то есть, если, допустим, индивидуальный предприниматель сейчас, возможно, приостановил деятельность, ну, то же самое юридическое лицо, хотел бы повторить, что со следующего года у них также возникает обязательство. – Ну, у нас еще один звонок. Мы, наверное, в завершении все-таки выслушаем нашего телезрителя. Время совсем мало осталось. Но, тем не менее, мы вас слушаем. Говорите. – Здравствуйте. Вот я прочитала в интернете, что с 2024 года будет запрещено хранить деньги дома с суммой более 34 миллионов тенге. Так ли это? – Спасибо большое вам за звонок. Хранить деньги дома будет запрещено. Вообще-то будет запрещено хранить деньги дома? – Как бы налоговым кодексом не предусмотрено каких-либо ограничений в суммах по хранению наличных денег дома. Да, такая информация у нас проходила. – Почему? Вот эта сумма 34 миллиона. – Эта сумма взялась, потому что я раньше говорил, да. То есть такая информация у нас… Мы видели эту информацию, то есть она обсуждалась именно бухгалтерами, блогерами. Такая информация публиковалась в социальных сетях, наверное, активно. – То есть она немножко недостоверна, потому что, как я раньше сказал, да, у нас в декларации предусмотрено отражение наличных денег в пределах 10 тысяч кратного МРП. – То есть посчитали, да, что это 34 миллиона? – Да, это как раз и выходит. Ну, опять же, я хочу сказать, что никаких ограничений нету, но в декларации можно отразить предел до 10 тысяч кратного МРП. – Если у вас имеются такие наличные деньги, которые дома хранятся, которые превышают данный порог, рекомендуется просто до 1 января эти деньги положить в банк, на депозит как бы. Если по каким-то причинам вы не доверяете банку, вы можете через 5-10 дней в январе уже эти деньги снять. Самое главное, что у вас будет подтверждение, что эти деньги у вас лежали в банке на депозите. – А так никаких ограничений по хранению денежных средств, то есть никаких пределов нету. Единственное, что есть в декларации 250 – это ограничения по отражению наличных денег. Ну, я думаю, сейчас, наверное, такие суммы никто не хранит дома, как бы то же самое, да, можно положить их на депозит, там вложиться в недвижимость. Поэтому, еще раз повторюсь, таких ограничений у нас по хранению наличных денег налогом законодательства не предусмотрено. – Все, хорошо, на все вопросы мы ответили. Думаю, ну, если будут возникать еще вопросы у наших граждан, будут обращаться по телефонам, которые вы продиктовали, в колл-центр. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Напомню, у нас был руководитель управления непроизводственных платежей Департамента коздоходов по Североконстанской области. Судгат Коспаев, спасибо большое. Наших телезрителей. Благодарю за внимание. Увидимся в программе из первых уст. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok